Всем привет. Многим из вас абсолютно не нравится когда я дегустирую тушенку. Поэтому сегодня у нас будет дегустация от тушенки. Баночка вот такая из Германии. Многие из вас видели распаковку посылки от Меркель из Германии. Да и там была вот эта баночка. Здесь у нас по идее, ну тушенкой это называть нельзя. Мясо индейки в собственном соку. Составчик. Вот такой состав. Как обычно присутствует нитрит натрия. Очень много ароматизаторов. Химия есть. Давайте откроем и посмотрим как она выглядит у нас в холодном виде. Индейка. Пахнет приятно. Пахнет очень хорошо. Цвет красивый. Ну естественно потому что здесь у нас нитрит натрия. Он сохраняет цвет и ну и предотвращает порчу. Для порчи в тушенке это не актуально, но цвет зато красивый. Попробуем желейку. Ммм. Вкусно. Вкусный жирок. Очень вкусное мясо. Опять-таки чувствуется лавровый листик. Сельдерей чувствуется. Перчик чувствуется. Ну скорее всего там этого ничего нету. В смысле лаврового листика не будет. Да. Это только в наших тушенках открываешь и там лежит настоящий листик. Здесь вкус есть, а глазами то есть визуально нету. Реально классное мясо. Очень понравилось. Несмотря на то, что я все-таки предпочитаю наши банки, которые более натуральные, где просто соль, специи и все и мясо. Без всяких лишних добавок. Но это вкусно. Но просто у них таких тушенок как у нас нету. Не знаю, меня напрягает то, что... Вот соль нитритная, конечно, лишняя. Но она как бы не то, что тут совсем плохая. На вкусе есть тут же лаврушка, а ее тут нету. Там же написано, может содержать следы сельдерея и горчицы. Ну вот оно и содержит. Только непонятно, что. Следы. Следы. Так нету следов, только вкус. Вкус это след. Послевкусие. Послевкусие, да. Да, друзья. Это только у нас пока еще как наследие СССР делают все натуральное. Здесь у них такое не купишь, как у нас. Но очень вкусно. То есть в принципе вот такую баночку. Будучи в Германии, можно покупать очень вкусная, реально хорошая индейка. Если вас не пугает состав, можно покупать запросто и кушать. Очень вкусно. Всем пока.